Вы на канале новости БП. Президент США Джо Байден резко высказался в адрес Владимира Путина и пригрозил России новыми санкциями. Они могут ударить по российскому госдолгу и чиновникам самого высокого уровня. Жесткие заявления Байдена повлияют как на российскую внешнюю, так и на внутреннюю политику. После резких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина вероятность введения новых и, главное, жестких санкций против РФ стала максимальной. Какими они могут быть? И к чему это приведет? Президент США Джо Байден в интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC News согласился с тем, что президент России Владимир Путин является убийцей. Американский лидер пообещал, что Путин заплатит за вмешательство в выборы в США. Он заплатит цену, сказал Байден. Мы долго разговаривали, я ведь знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал, я знаю вас и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то готовьтесь. И тут Джордж Стефанопулос внезапно спросил, так вы знаете Владимира Путина? Вы думаете, что он убийца? Я так думаю, заявил в ответ Байден. При этом из логики беседы, которая в тот момент велась вокруг вмешательства России в последние выборы в США, за что Байден и угрожал Путину расплатой, никак не вытекала тема убийцы. С чего вдруг Стефанопулос выступил с такой, мягко говоря, провокационной репликой, сказать сложно. Однако слово не воробей, и теперь его уже не поймать. И вот так неожиданно российско-американские отношения свернули на криминальную тропу, прокладывать которую решился лично Джо Байден. Судя по всему, в Кремле такие эскопады вызвали искреннее изумление, и российский посол в США был даже отозван в Москву для консультации. В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, можно ли назвать приглашение посла для консультации, беспрецедентным шагом. Против России за последние семь лет было введено столько разнообразных санкций по самым разным поводам, что в них не мудрено запутаться. Украина, отравление скрипалей, вмешательство в выборы в США в 2016 году, связи с талибами и, наконец, отравление Навального в общем, сложнее сказать, за что санкции против Москвы еще не ввели. Да, кстати, вот за последние американские выборы еще нет. Но, судя по всему, эта досадная оплошность будет исправлена. СРУ уже заявила, что у него имеются неопровержимые доказательства того, что российские спецслужбы во главе с лично президентом Путиным в ходе выборной кампании 2020 года хотели очернить нынешнего президента и оказывали поддержку его противнику Дональду Трампу. Использовавшиеся для этого хакеры, тролли и украинские чиновники смущали несознательных американцев, поталкивая их к голосованию не за светлое демократическое будущее, а за пропутинского мракобеса Трампа. И вот Байден, который ранее заявлял, что будет с Кремлем жестким и прямолинейным, дал понять, что пощады России ждать не стоит, а новым санкциям быть. Очень возможно, что США все же пойдут на запрет покупок российских госбумаг американскими инвесторами. На деле это означает, что и всем иным иностранцам доступ таким операциям будет закрыт. Судя по реакции российского правительства, вероятность такого развития событий очень высока. В этом случае Минфин, который выпускает такие долговые бумаги, будет рассчитывать на помощь Центрального банка с финансированием федерального бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, в этом случае дополнительные объемы российских госбумаг могут выкупить банки. А ЦБ, в свою очередь, поможет им вливанием рублевой ликвидности. «Мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», – заверил Силуанов. Проще говоря, ЦБ включит печатный станок и профинансирует за счет рублевой эмиссии банки, которые, как это уже было осенью 2020 года, будут выкупать все выпуски госбумаг. В итоге уже сейчас главным спасательным кругом для бюджета является Сбербанк, на балансе которого, к началу 2021 года, оказались облигации федерального займа на 2,4 трлн рублей, или 17% от всех бумаг в обращении. Нельзя исключать, что под санкции на этот раз попадут российские чиновники самого высокого уровня, и не только из числа силовиков, на которых разнообразные санкции уже много лет висят, как игрушки на новогодние елки. Вполне возможно, что это могут быть члены правительства, банкиры, люди из близкого окружения Владимира Путина. Вряд ли под санкции попадет сам президент России, это будет все же выглядеть чересчур. Высказывание Байдена не стоит рассматривать как старческую оговорку, полагают аналитики. Теперь Кремль должен на него реагировать, причем не менее жестко. И скорее всего такая реакция будет касаться не только внешней, но и внутренней политики. Байден мог спокойно оставить двери открытыми, но предпочел резкую эскалацию конфликта. Причем конфликта личного. Такие слова прямой вызов. Их нельзя взять назад. Это абсолютно рациональный прямой шаг, который обозначает новую реальность, написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Чесноков. Для внешней политики России эта реальность диктует одну логику поведения, для внутренней другую. Никакой компромисс тут невозможен. Черно-белая картина теперь не может не доминировать и в риторике, и в реальности. Та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей. Судя по всему, в ближайшие дни мы будем слышать жесткие заявления лидеров как всех крупных политических партий, так и других представителей политической элиты относительно заявления Байдена. Свой ход уже сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такие высказывания недопустимы, они оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента. Владимир Путин наш президент. Нападки на него это нападки на нашу страну. Написал он в телеграм-канале. При этом кажется, что тему транзита власти в 2024 году уже официально можно считать закрытой. В условиях почти военного положения Владимир Путин очевидно пойдет на новый срок. Политический плюрализм в России будет полностью уничтожен, а всякое инакомыслие станет расцениваться как поддержка агрессивных планов США. Замкнутость России на себе как политически, так и экономически будет усиливаться, а гибридная война с Западом активизируется. Может ли конфликт перейти в горячую фазу? Вероятность такого развития событий можно оценить, как сильно отличную от нуля.